А ну-ка, 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 Кеха, давай-ка мы сейчас тебе салфачок замутим. Вот так вот. Улыбайся, Кех. Бэкст, 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 он там! Быстрее туда! Приветищей! Сегодня мы с тобой поиграем в металлоискателя. Будем искать настоящие сокровища под землей. И это не просто какие-то сундуки, а настоящие старинные вещи. Короче, смотри, у меня есть металлоискатель. Он вот такой вот ржавый, убитый. Здесь даже красная кнопочка вон есть. Это вкыл-выкыл. Именно эта штука и поможет нам найти в земле всякие ценности. Вот я захожу на место раскопок. И мой металлодетектор сразу же подсвечивает желтым сиянием, где могут быть сокровища. Ну что ж, давай попробуем копнуть. Один раз копнул и вожу лопатой, как в грязюке палкой. Надо еще раз копнуть. Хоп. Смотри, как кусочки земли начинают вылетать. Еще копнем. И еще разок. Оу. Вот это находка. Алюминиевая банка от Блоксколы. За нее я получу всего два доллара. Ну ладно, первый блин комом. Давай дальше искать. Во, тоже металлодетектор нам показывает. Здесь можно копнуть. Давай копнем. Оп-оп-оп-оп. Фу ты блин. Ржавая какая-то монетка, за которую один доллар получу. Ну, давай и тут тогда копнем. Копай. Ну же. А, табличка вылезла и мне не показали, что я там выкопал. Короче, мой рюкзачок забит. Он вмещает в себя всего три вещицы. Поэтому поехали их продадим. Воу, нифига я как с неба спустился. Ой, мадам, аккуратней. Не ходите по моей голове. Сдаем наши находки. Ого-го. Сколько денег. А, не. Я всего пять баксов получил. Тьфу ты блин. Я-то уж обрадовался. Ладно, пойдем я тебе расскажу лучше про зоны игровые. Смотри. Вот эта зона, это где вот все сейчас бегают. Это зона новичков. Здесь в основном бегают он с такими вот ржавыми металлоискателями. Чем больше ты копаешь, тем выше твой уровень. И когда ты достигаешь двадцать пятого уровня, ты можешь перейти на другую зону. Вон на ту. В этой зоне находятся более ценные металлы, которые стоят там сотни тысяч долларов. Поэтому все искатели сокровищ мечтают туда попасть. Воу-воу-воу. Ты смотри, там кажется кто-то пробегает туда. Нифига себе парниш. А может я тоже смогу пробежать. Правда у меня второй уровень всего. Эээ, борода. Ну ладно. Пойду копаться здесь. Ого, какая дорожка из посвеченных огоньков была. Это означает, что здесь очень много сокровищ зарыто. Так что наш металлоискатель очень круто работает. Продолжаем наши раскопки. Надеюсь, что здесь будет что-нибудь ценненькое. Ну же. Ооо, бронзовая монета. За которую я получу три бакса. Уже что-то. А тут у нас что? Копай, копай, копай. Ооо, колечко. За восемь долларов. Пошли быстрее еще копать. Пока мне фартит. Надеюсь здесь еще колечко будет. Скрестил пальцы. Ай, табличка вылезла. Ну там была, короче, красная монета. Точнее ржавая монета, которая стоит один доллар всего. Ладно, поехали продадим наши находки. Ооо, 12 долларов получили. Хорошечно. Ну а теперь давай зайдем в магазинчик и посмотрим, что мы там можем прикупить. О, наш металлоискатель. Или, как я ее называю, ржавая фигулина. Давай посмотрим ее характеристики. Вот это, я так понимаю, это глубина. То есть, насколько глубоко наш металлоискатель ищет. 15 метров в глубину. Ну, это не очень. И алмазик означает вероятность нахождения очень редких вещей. В данном случае у нас единицы, и это очень по-нубяцки. Следующий металлодетектор у нас ищет на глубине 20 метров. А вероятность найти очень ценные предметы равна 2. Ну, по характеристикам, я думаю, ты понял. Так что давай сейчас быстренько посмотрим все металлоискатели. Ну, это неинтересно, то же самое. Ооо, что-то уже посерьезнее. Знаешь, как в аэропорту металлоискатели, которые водят по телу. Здесь у нас двойная. Черная двойная. Ооо, уже пошли настоящие металлоискатели. Ничего себе, какие они тут космические. С неоновой подсветкой даже есть. Офигеть. Ооо, нифига себе, вот это уже луха рестайл начинается. Ты посмотри только, сколько они стоят. Ну, а золотые, естественно, стоят рубаксы. И тут все как положено. Золотая цепь наискателей, том. С долларовым значком. Ну, в общем, это отдел для богатеньких игроков. Нам здесь делать нечего. Я не собираюсь тут донатить, поэтому переходим в следующий раздел. Ну, конечно же, в нашем деле важны лопаты. Давай посмотрим на них. В принципе, ничего интересного. О, двойная лопата. Огромная лопата. Огромная двойная лопата. Лопата дворника или снегоуборщика. Ну, это вообще зомби-апокалипсис какой-то. Вот хоть прям сейчас. Бери эту лопату и иди, зомбаков, кошмарь. Черная неоновая лопата. Радужная лопата. И, конечно же, голд лопата. Блин, вот честно, я не вижу смысла здесь тратить рубаксы, чтобы просто испоганить себе игру. То же самое, что и с читами играть. Ну, и последний раздел, который у нас остался, это рюкзачки. Или, как я их еще иногда называю, портфели. Ну, что ж, давай посмотрим, какие здесь есть. Следующий рюкзак у нас стоит 120 и вмещает в себя 5 предметов. 400 баксов на 7 предметов. Давай быстренько пролистаем, а то там скучно. Сразу же к эпичным портфелям перейдем. О, роскошный портфель. Прям на куб бесконечности похож. Здесь вообще какие-то батарейки. Дальше магнитофон. Радужная коробка. Очень, кстати, классно сделана. Мне нравится. Ну, вот сколько она стоит, мне что-то совсем не нравится. Ну, и последний рюкзак, это голд рюкзак бесконечности. Куда же без него, который тоже стоит за рубаксы. Ну, что ж, в принципе, все понятно. Я уже прицелился на что копить. И первым я куплю себе... Нет, не лопату, я куплю себе металлоискатель. Ну что, продолжим наши поиски драгоценностей. Все-таки нам нужно поднакопить на новый металлоискатель. Ага, увидел. Давай копнем здесь. Ого, что-то как-то глубоко. Что там? Куличечка. 8 долларов я уже получил. А здесь у нас что? Бронзовая монета, 3 бакса за нее дадут. Хорошо, идем. Пока еще ни одной алюминиевой банки не выкопал. Надеюсь, что они будут очень редко мне попадаться. Блин, опять эта табличка, из-за нее не увидел, что я там выкопал. В итоге я получил 14 баксов за все. В принципе, для начала это очень неплохо. Давай продолжим наши поиски его. Вот здесь давай копнем. Воу-воу-воу, кажется это кольцо. Да, это колечко. Как же я их обожаю выкапывать, они такие ценные. Хочу выкапывать больше колечек. Колечко. Только с тобой поговорили про кольца и сразу кольца пошли. Ах, блин, отпугнул фортуну, банк попалась. Ну, наконец-то, накопил денежек на апгрейд. Но покупать я решил не металлоискатель, а рюкзачок. Хочу больше сокровищ собирать и не так часто с поляны уходить. Отлично, теперь в мой портфель вмещается 5 найденных предметов. А это означает, что за один заход я буду получать теперь больше денег. Вот и под накопили мы еще деньжат. Пойдем заглянем в магазинчик. И, наверное, вот сейчас я куплю себе металлоискатель. Посмотрим, сколько он стоит. 65 баксов. А у меня 162. Ну-ка, может быть на лопату хватит? Ой, не, лопатка 600 баксов стоит следующая. Ладно, покупаем, значит, один металлоискатель. Кеха, ну-ка давай с тобой на новую селфи-палку фаточку сделаем. А, блин, у тебя это не рабочая сторона, у тебя там глаз закрыт. А, хотя у меня тоже пофиг. Давай улыбайся. Сейчас посмотрим, насколько крут наш новый металлоискатель. По идее, он должен искать еще глубже, чем предыдущий. А это означает, что мы должны находить... Воу! Кольцо за 20 долларов. Ты посмотри, мы теперь копаем еще глубже и находим более ценные предметы. Уже второе кольцо по 20 долларов. Если раньше мы со старым металлоискателем копали все на поверхности, то теперь с этим мы копаем еще глубже. У меня такое предчувствие, что здесь тоже кольцо за 20 долларов. Воу! Да я сейчас разбогатею, екарный. Ешки-матрешки, ты посмотри, глубина какая. 60 раз копнуть надо. Это ж на что я там наткнулся-то такое? Давай копаться быстрее. Ну-ка, ну-ка, там что-то появилось, смотри. Это яйцо, что ли, золотое? А, не. Да ладно, это череп. Золотой череп. О май гад. И мне за его находку дали 80 баксов. Я богат. Ну-ка, давай все находки сейчас дадим, посмотрим, сколько денег дадут. О-о-о, 111 долларов. Блин, побольше бы черепков не попадалось, а. Пойдем зайдем поглубже, в надежде на то, что там что-нибудь будет интересненькое. И начнем копать. Вот здесь. Ну, не шибко глубоко. Ну да, кольцо за 8 долларов. О-о-о. Смотри, снова глубина какая. Сейчас, походу, черепок будет. Давай быстрее копать. Е-е-е, еще один череп, который меня обогатит. Как же я рад таким находкам. 80 баксов. Блин, почаще бы их находить, а. Ну вот, еще один черепок. Слушай, я уже таких штук 10 нашел. Короче, уже стало неинтересно. Я думал вначале, что это какая-то ценная реликвия, которую очень сложно найти и находят только избранный. Но все оказалось не так. Фух, ну что-то я натрудился сегодня. Пришло время передохнуть. Мы с тобой достигли 9 уровня. Накопили 600 баксов. И это еще не конец. Я хочу продолжить вести раскопки, потому что мне эта игра чертовски понравилась. Ведь она не похожа ни на что, что было до этого. Так что, если тебе понравилось тоже, то с тебя лайкосик, комментарий под видео. И не забудь подписаться, если ты еще не подписан. Всем удачи, спасибо за просмотр и пока. До нового видосика.